Какое-то тут рондело у меня получается! Опа! Эй! Вот это номер! Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня? Здесь у нас сегодня, смотрите, что лежит шаровая, рычаг, да? И все это лежит, как всегда, на автомобиле, который попадает под наши эксперименты. А сегодня будем делать следующее. Вот смотрите, быстренько вам объясню, особенно те, кто занимается дрифтом, все прекрасно это знают. Вот берем и новую шаровую, да? Прям новенькая, хорошенькая, с завода, все замечательно. Раз ее согнуть, а у нас, вы понимаете, шар вообще не шевелится. Берем рычаг, да? Целентблок. Что, запрессовали новые целентблоки в рычаг, все хорошо. Затягивать надо когда? Когда автомобиль уже прогружен, для того, чтобы, ну, они ходили дольше. Так вот, давайте от всех этих дел избавимся, разберемся от целентблоков по всей ходовке. Теперь поставим, что? Совершенно верно, подшипники. То есть, всю ходовку соберем конкретно на подшипниках качения здесь, на опорных подшипниках. В общем, думаю, будет весело. Погнали. 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 смотри ребята что у нас получается мы вот взяли вот эти тяги вот у нас которые продольные там реактивные здесь мы что сделаем сайлентблоки вытащили и получается что здесь есть небольшой конус поехали в магазин подобрали такие пошибники причем смотрите как они интересно сюда встают раз он конусный здесь конус все замечательно сделали вот такие вытащили втулочки бряк с одной стороны здесь уже стоит как бы ладно отсюда вытащу бряк втулочку с другой стороны и получается вот такая вот интересная штука подшипник работает все замечательно но работает он конечно же не как соленблок здесь то есть сопротивление вообще никакого не будет рычаги будут спокойно то есть ходить вверх-вниз двигаясь передвигаясь когда соленблоки работает у нас на скручивание то здесь на скручивание работать нечему здесь будет работать на подшипниках будет все просто я думаю изумительно а это короткие тяги длинные здесь небольшая проблема со временем бобры сделали свое дело то есть они прогрызли обоймы вот эти насквозь здесь решили сделать немного по-другому то есть обрезать саму втулку и обойму от подшипника просто банально на сварочку трынк трынк ну и потом также подшипник собираем также втулочка и все это дело затягивается причем у этих тяг тоже будет верхний свободный ход то есть в общем это мы собираем заднюю подвеску но есть еще тут такие трос подшипники качения такие это мы будем делать впереди такие подшипники мы будем ставить на рычаги верхние и нижние но это чуть-чуть позже давай сначала заберем все соберемся сзади а потом уже перейдем сюда поэтому поехали и вот смотрите какая история вот все открутили поперечной нету тяги и вот сейчас вот она лево право она вообще не шевелится вот так вот жесткость просто офигеть какая то есть на резине на резинках если болтается тут нифига не болтается уже но ничего сейчас задам прячем слегка все встанет на свое место в общем впереди тоже все абсолютно четенько вверх вниз ходит а вот ну сами понимаете подшипник есть подшипник то есть вперед-назад ходового рычага нету вообще то есть если на сайлентблоках на резинке он еще как-то маленько вперед-назад может перемещаться там буквально немного то на подшипниках все они не оставляют вариантов не оставляет вариантов рычагам двигаться вперед-назад а только вверх вниз ну и хорошо в общем сейчас все это дело надо собрать окончательно ну то есть ставить кружины все это дело рулевые тормозюльки и в общем все собрать и ехать тестить погнали пока не прикручены амортизаторы то есть они к рычагам прикручены а здесь к чашечкам нет смотрите сопротивление на сайлентблоках нету никакого абсолютный автомобиль посмотрите как его можно спокойно прям вообще в отбой в отбойники продавить потому что на сайлентблок же у нас работает на скручивание то есть это дополнительное усилие а здесь подшипник то есть он ходит спокойно рычаг и клюет вообще прям просто на ура но в любом случае сначала давайте прикрутим амортизаторы прокатимся ну а там уже дальше посмотрим что делать погнали поставили амортизаторы смотрите и все стало прям изумительно замечательно но в любом случае продавить почти отбойники я могу а на самом деле если это все дело стоит на сайлентблоках так низко опустить автомобиль то есть так глубоко продавить подвеску очень тяжело то есть одному это сделать практически невозможно но в общем я думаю что пора тест поехали ну вот значит едем на подшипниках ну что могу сказать о нет есть а видно что автомобиля хода подвески стали больше то есть проваливается даже вот в ямку раз оба оба и есть какой-то какой-то что какой-то стук как будто амортизаторы плохо держит правильно им сейчас соленблоки то не помогают да это вниз когда на выход идет стойка ну и клюет машина ниже а то есть видно прям что она прям такая стала клива клюющая но так что все хорошо немножко валкая стала да ну что поделаешь блин кто-то кто-то украл все соленблоки и поставил туда подшипники испытание сейчас будет такое хорошее это трамплинчик которым все испытываем но нет смотрите прошла просто изумительно замечательно даже даже я думал сейчас куда-нибудь ударит нет все прям просто круто пробьет нет нифига не пробила замечательно едем дальше тут вообще дорога вся разбитая все работает прям блин ну посмотрите еще прям идет то неплохо давно так не ходила в общем с одной стороны такое ощущение что в салоне стало комфортней потому что вот этих ходов добавилось но с другой стороны в любом случае резинки и судя по всему очень хорошо помогают еще и амортизатором потому что когда резко попадаешь какую-то яму то есть пружина успевает все-таки вытолкнуть рычаг и ямортизатор стучит то есть вот он когда вытягивается полностью удар то есть его прям очень даже хорошо слышно поэтому пришла такая идея в голову а давайте раз ничего не держит рычаги то есть никаких саленблоков у нас нет они свободно могут гулять куда им вздумается но смысле только по оси конечно давайте уберем амортизаторы вот представляете да это когда саленблок что-то тормозит там как-то в одном положении держит рычаг а когда его ничего не держит если открутить амортизаторы мне кажется что в конце гаражей уже пружины задние потеряю да давай короче загоняем снимаем аморты и погнали без них вот смотрите все амортизаторы отсюда были благополучно удалены то есть задних нету передних амортизаторов тоже нет а в общем короче поехали посмотрим сейчас сколько пружин можно потерять и вообще как она себя поведет немножко страшновато меня сейчас укачает уже все готово поехали да все покатили сейчас посмотрим как она себя поведет на этом трампличке на котором я заезжал прыгал вот мост бы еще не прыгал задний так вообще было бы хорошо но хотя нет смотрите нормально прошел вообще ой 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 без проблем а практически корабель корабеля его переставляет вот так по дороге блин прикольно да что ж тебя так переставляет то с места на место ой 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 да как такое машина управлять вообще возможно подвеску что в одну сторону что в другую что-то случилось я не доехал что там что же там случилось что там зашкрижитало а вон оно в чем дело ну тоже замечательно что там у нас я не понял а рычаги нынче это западло прикручивать да да резьбу вырвало нифига себе так вот о замечательно ну вот ребят это результат ну блин только одну почему-то пружину потерял я думал задние повылетают вот это результат короче езды без амортизаторов в общем ребят по эксперименту про подшипники на самом деле подвеска становится намного мягче то есть машина идет вальяжней она начинает качаться крениться потому что вместо резинок стоят подшипники то есть они вращаются абсолютно спокойно хорошо ли это плохо сложно ответить но по крайней мере тут сто процентов увеличивается нагрузка сразу на амортизатор как ни крути потому что те которые стояли здесь которые сейчас здесь стоят я уже говорил когда ешь по прямой если колесо попадает в яму то получается что пружина выталкивает рычаг очень быстро вот казалось бы да вот такие четыре маленьких сайлентблока как они помогают блин амортизатору и пружина выталкивает аморт не справляется и в конце бум вот этот удар когда ход амортизатора заканчивается и все то есть он упирается в шайбу получается удар это неприятно да но если едешь без ям без блин где такую конечно дорогу найти у нас ну ладно если ехать тогда да тогда она прям как корабль хоть она и легкая это допустим ну не волга да на волге там как на корабле это я из наших среди наших автомобилей говорю едешь то и тут получается жигули тоже становится такая комфортная вальяжная прям ну бизнес класс ну там по другому не назовешь в общем ребята эксперимент прошел на сто семь процентов вообще прям на ура подшипники действительно работают очень даже хорошо машина становится мягче но если убираем амортизатор вы сами прекрасно все видели все она начинает разбираться потому что опять же подшипники рычаги в свободе просто на подшипниках нагрузка естественно сразу увеличивается и приводит вот к таким вот интересным моментом поэтому ребят у меня на этом все смотрите нас подписывайтесь на что предлагайте комментируйте ставьте вот такие лайки ну все пока 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 от